С печальной ноты начался рабочий визит в Щелковский район губернатора Московской области Андрея Воробьева и полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова. В изложении цветов состоялась мемориала «Скорбящая мать». Так гости почтили память воинов-интернационалистов, погибших во время военного конфликта в Афганистане. Затем полпред и губернатор приступили к осмотру важных социальных объектов. Литовая арена имени Владислава Третьяка построена в рамках реализации областной программы «50 фоков Подмосковья». На объекте делегацию встретили лично легендарный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и советский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Лябкин. Здесь не какие-то хоромы, здесь нет шести или десяти тысяч зрителей. «Это такой городской каток, куда приходит порядка 700 ребят. И Владислав Третьяк сказал, даю добро моим именем называть. Будем шеф-трубить. Есть на кого равняться, молодец. Будем большими заниматься здесь. Наследие. Спасибо вам большое. Губернатор и полпредпрезиденты отметили удобное расписание в спортивных секциях комплекса, где уже сейчас обучаются порядка 200 детей. На памяти визите гости оставили памятные записи в книге пожеланий. Здесь будут рождаст новые мастера. Он действительно так, без трибун, но я думаю, что мы какие-то еще, может быть, какие-то трибуны сделаем. Человек 100-200, может быть, для родителей, чтобы проводить турниры здесь. Самое большое радуется, что эти фоки называются в честь лидеров. Вот у нас в честь Владислава Третьяка назван этот фок в Щелково». После осмотра комплекса Андрей Воробьев и Александр Беглов посетили несколько объектов здравоохранения. Офис врача общей практики открылся в микрорайоне Богородский. Он будет рассчитан на обслуживание более тысячи жителей. В наличии оборудование для диагностики и педиатрии. Персонал состоит из врача-терапевта и медсестры. В перспективе должен появиться также и педиатр. Местные жители удобства нового офиса уже успели оценить. «Очень довольны, что открыт медицинский центр. Очень довольны, потому что поликлиника номер один, она далековато от нас. Два автобуса ветеранам, знаете, с палками как пройдешь». «Внедрение врачей в общей практике – это доступность жителей непосредственно к врачу. Раньше мы его терапевтом называли. Это большое дело». Приятно удивило гостей, что в офисе уже есть электронная запись. К узким специалистам губернатор также напомнил жителям, что теперь каждую неделю во всех поликлиниках проходит бесплатная диспансеризация. «Каждую субботу все доверия поликлиники сориентированы на диагностику». Осмотрели в рамках рабочей поездки и строящийся перинатальный центр. Андрей Воробьев отметил, что программа строительства центров и роддомов в Московской области получила значительную поддержку президента Российской Федерации. Из 3,5 миллиардов направленных на ведение работ, треть средств выделены федеральным бюджетом. Также губернатор обозначил важность своевременного оснащения центра оборудованием и лучшими специалистами. «Построить мало. Важно еще закупить и поставить оборудование и найти специалистов. Мы по всей стране и в Московской области и за пределами ищем самых лучших специалистов. Это стратегическая цель и мы хотим, чтобы все без исключения перинатальные центры запустились до сентября месяца». «Мы понимаем, что перинатальный центр – это не только достоинство будет городского посещения Щелкова, но и большая ответственность перед жителями, потому что там должны работать высококвалифицированные специалисты. Для них мы готовим и квартиры, и малогабаритные квартиры, и общежития на Медвежках». Встретился Андрей Воробьев с жителями дома номер 19 в Первом Советском переулке. Сейчас для расстеления этих семей идет строительство дома на Краснознаменской, где они получат порядка 300 квартир. «Уже строят пятый этаж. Это очень важно, потому что на улице Советской дом 19 – это дом со времен революции, соответственно, нуждается в расселении». «До конца 2019 года все аварийное и ветхое жилье в городском поселении Щелков и в других поселениях Щелковского района должно прекратить свое существование». Также посетила делегация завоз Щелкова хлеб. Полномочный представитель президента отметил необходимость наличия в городе таких предприятий. «Это рабочие места. Я хотел посмотреть, как трудоустроены рабочие места. И самое главное, здесь порядка 60 высококвалифицированных рабочих мест, которые работают на современном оборудовании. Ну и плюс еще, конечно, это защита собственного рынка, потому что если в основном на этом предприятии работают местные, это очень важно». Александр Гранич, Лилия Тиммиева, Дарья Соснегова, Игорь Поляков, Михаил Черепанов, Александр Оржевский, телерадио компания «Щелково». Спасибо. Спасибо.